Всем привет, мы продолжаем прохождение игры карточной инитута, Hand of Fate, и у нас остался в принципе последний нижний ряд, но это самый сложный ряд, естественно, дабл чашлы, проклятие удачи, шансы вытянуть нужное умение, невезение, блуждающих среди болоток, щиты же, ну просто супер. Давайте посмотрим, что мы можем сюда, меч короля скелетов можем добавить, я думаю, вполне, да, щит тот же короля скелетов, шлем, ну не знаю, может быть, в кольцо адепта, давайте так. Сюда же мы добавим Сердитый мастер, торговый пост, ну и что-нибудь, 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 что-нибудь еще бы, конечно, было бы интересно добавить, ведь мы можем осматривать, да. В этом, в принципе, нет особого смысла, потому что я и так примерно помню, вот давайте спасение из пещеры, например, и, 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 и. Ну давайте цирк. Что ж поехали, это будет очень сложно, владе не даму чешуя, здесь сама удача обернется против тебя. Ну что ж поехали, раздавай. Там видел много, минус 50% еды что ли, у меня будут аттуматься, в такие карты, не очень, не очень, а вот в принципе вещь нам сейчас дали, извинистый каньон, ну естественно будем в него спускаться. Ну что, крайняя правая? Хотя она уже не особо-то, не, я лучше поменяю. Давайте мы еще разом, да, крайнюю правую? И он все равно провал. Ааа, не, 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 какие бедус 15? Какие бедус 10, эти же дуры еды что ли? Ладно, мы берем морозный клык, не самое хорошее оружие из тех, которые мальграм попасться, ну что поделаешь. Останки героя. Да, мы, пожалуй, забираем вещи. Будем их относить. Так, 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 заглядь, я понял все. Куда надо вернуть? Ну, в основном по дороге, поэтому не знакомы с теней. Это, пожалуй, не будем подкреплять незнакомцы в тени. Оно уже вампиры. Так, отдаем меч, естественно, отдаем щит, естественно. За это нам дают любую веса совершенная с помощью топора, по всякой 30 здоровья. Ну, не топор сейчас стоит. Не очень. Не очень хорошая вещь для нас сейчас. Ну, можем поменять, в принципе, ледино-мечный топор, и менять не буду на то, что у нас есть. Э? Об. Это я сидел на твоем месте, но я, конечно, была совершенно другая. Сомневаюсь, что дошел бы до суда. Ну, понятно, что лекаря как бы нам. Нам не за что покупать у него еду. А вот этот ряд големов, это совсем, совсем плохо. Ну, атаковать, что я сделать могу. Крайняя правая, на это раз должна сработать. И третий раз подряд, если не сработает, будет ужас. Ну, не совсем крайняя правая. Ну, крайняя правая, кстати, давала нам провал. То, что мне повезло, то, что я тут мискликнул, можно сказать. Ну, что ж, отряд големов. Ох, ненавижу я големов, как и чешую. Тут целая дама будет. О, жесть. Если мы дойдем еще, конечно. Тихо, тихо, тихо. Не буянь голем. Или голем, так правильно. Наверное, не важно. Нифига себе, он по 12 бьет. Какой-то жестокий голем. Или голем. Давайте добьем его уже, блин. Да, я много жизни теряю. Зря я тут решил добить. У него очень много хп. Был сразу замораживать тогда хотя бы. И не терять половину жизни, да. Жизнь какая-то абсолютная. Очень плохо будет, правило. Что, едой поделились? Ну, у меня нет золотых, поэтому извини. Битва и летний солнцеволет. Мало еды, нет золота, мы идем в подземлю. Я думаю, это правильно. Ага, нам лавки открываются. Было бы золото, было бы полезно знать, где они находятся. Рынок. Рынок. Пытаться украсть еду в рынке. Крайняя права, я тут все-таки. Ну, сейчас должна сыграть крайняя права, это точно. Давайте. Раз-два. Ну, я же крайняя права должна сыграть. Все-таки. С 25-ой попытки. Средняя цепища. 10 единиц пищи. Супер, 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 супер. Сейчас такой, минус 50. Сегодня ты мастер. Все подлежат для бы света, либо у меня. Раньше уже подлежат нашему премису. Однажды ночью вы идете по темным улицам Стигала. И тут у вас чуть не сбивается, но богаче их он на каком-нибудь гребце. Ах. Ну, давайте попросим прощения. Здорово, я вы же чьи. Орет, он искачет дальше. Только и делайте что? Из девиза благородных семей умыкаете. А, то есть я должен был еще, это понятно, но я тут ошибся. Если бы тут не было фишки, я бы нажал второе. То есть я нажал первое из-за того, что там была фишка. Я думаю, что если нажму первое, я буду фишку. Ну, нет. Что еще я буду… Нечего дня, у меня нет ни туда шло. Торговый пост. Воддарил и дарил, и не наткнулась на торговый пост, которым заправляет странный старый охотник. С золотами ни к чему. Я согласен менять свои товары на еду. Аа... Блин, 12 едиц еды я не могу дать. Опять же, да, то есть... Слишком дорого. А, Рыка. Хорошо, что ж туда не пошел. Чуть-чуть у меня меня увел от реки. Посадимся на корабль и продолжаем свои приключения. Угу, лавка. Я уже, кажется, помогал. Давайте нанесем. Стоит вам постучать в дверь дома, молодой человек бросается бежать. Вооруженный стражник отводит вас в гостиную, где тучный, роскошно одетный мужчина, громко чапкая, набивая себя брюхо и зысканной едой. Вы рассказываете хозяину о том, что юный поклонник замысла бежать с его дочери, не переставая чапкать хозяец, жестом отсылает стражников из зала. Скоро они возвращаются с юношей. Горёду чудовища! Поминает вас юноша, когда его уводят прочь. Мать одну карту покрывать. Это нечестно. Слабые запястья. Выполнение атаки из положения лежа на специнсовый наносит 5 единиц урона игроку. Ну ладно. А че мне хозяин-то ничего не дал вообще? Я думаю там золото отсыпит кучу. Ну просто интересно было посмотреть на самом деле что будет, если я выберу такой вариант ответа. Можно было просто отказаться пройти дальше. Я думаю мне тут кучу золота. Как вариант. Но такой вариант не сработал к сожалению. Да, отпрыгивать от этого гада. Заморозить особо не получилось к сожалению. Или получилось? То есть как это я ослабился, ослабил? Вот оба. А вот теперь получилось заморозить. Ну довольно хилюрки бои за то что принцип легких противник. Единственно что ограниченное пространство было небольшое. Ну мы побегли за это надеюсь получим в пище. Давай десяточку еще, до полтинничек. До полтинничку, до полтинничку. Десяточку? Неплохо, неплохо. Гоблины. Ах же эти гоблины. Хорошо, что без врагов, поэтому. У нас есть шанс ничего не потерять, получить немного золотой еды. Чего у меня топор, когда я с мечом вообще был? А, потому что они меня, видимо, стырили, этот меч, да? Как я понимаю. Так, где там последний? Ворюга. Сейчас. Не уйдешь. Ловушки меня манят, заманивают на ловушке просто. Жесть. Мы их уничтожили. Надеюсь, меч вернется ко мне. Помнишь торговцу. Пожалуй, нет. Идем дальше. Спуск по лестнице. В яму. Ух ты! Это уже интересно. Она уже рядом. Она уже ждет. Диаблский церковь. Как на закате вы подходите к крупному поселению, в котором недавно приехала бродячая церковь. Необычные лобузы, еще более необычные запахи. Расследовую класс. Это уже читали на самом деле. Нужно просто огромный успех вытащить и все. И не париться. Наверное, говорил крайне право. Удивленные и радостные взгляды приводят вас к большому шатру. Внутри артисты в костюмах сменяют друг друга, исполняя различные номера. Вот почему-то мне кажется, что вот эта карта будет удачной. Да. Повезло. В глубине большого шатра вы видите ряд клеток. Из решеток на вас болью глядит необычное создание. Вы останавливаетесь у звера с телом льва и головы человека. Хорошо, помогите ему этого существа. Я родился человеком, но потом пришел сюда. Смотри, что со мной сделали. Вы открываете клетку, и звер выпрыгивает со словами «Спаси вас, Бог не закажется. Пусть я проживу остаток жизни и будучи животными, но зато не придется выступать для этих демонов». Тянуть одну карту – было сложение. Крепкое телосложение. Всякий раз, когда игрок употребляет пищу, он получает двое больше очков здоровья, чем обычно. Ну, не очень, так уж прям супер. Некоторое время спустя вы оказываетесь на границе леса, оставив шум толпы позади. День только начинается. Но который день? Вы оглядываетесь и видите развалин давно заброшенного города. Фишка моя. Отлично! Алтарь. На вешении пустынного холма в далекой стране вы обнаружите древний алтарь. Так, неподсказуемо, конечно, вы... Ну, ладно. Так страшный провал. Ну, крайняя правая нас не подведет, правда? Или просто вот это? Тоже неплохо. А крайняя правая подвела бы? Нет. Тоже не подвела бы. Так, еще одна блассанира – это кровь. Нормально. Ну, главная фишка. Я за фишку это делал, в принципе. Так, спасение из пещеры. Тоже новенькое. Вы слышите крики, где на них вы выходите в пещере. Там вы видите пиратов и девушку, которую они держат в плену. Только не чешуя. Маги, маги. Напасть. Пираты готовят тебя к бою, а девушка прячется. Ай, шесть магов – это очень много. Я даже думаю, что зря ты, зря я это вообще сделал. Щиты они ставят будут. Щиты будут ставить. Вообще обнаглели. Замерзните, маги. Отражение заклинания. Нифига, если они щиты реально ставят. То есть, такие поля. Правда, они нифига меня не кофтуют этим особо. Что ерунда. Тут еще и заморозили немножко. Да ладно, ну так вот, пропрыгиваем сзади будем это говорить. Чего я сзади не могу это говорить? Что за бред? Могу. Купить меньше надо было. Можно было бы еще меньше жизни потерять. Забирайте сокровище пиратов сдающие. Сдающие дают вам карту. Три карты добычи. Теперь эта карточная фишка моя. Сказите здоровье максимального. Отлично. Крыло ангела. Этот шлем увеличивает скорость передвижения владельца. Естественно. Ак, и мы выбираем глаз бури или ледяная броня. Папа. Я у тебя укрил глаз бури. Ну и главное теперь эта фишка моя карточная. Местная крестьянка. Так, это уже было. Дать женщине 5 единиц еды. Давайте дадим. Она дает мне булаву. А, ну пожалуй я не буду экипировать. Ага. Я понял. Отряд големов. Обойти их. Ну что, крайняя правая, да? Не хочу с ними сражаться, реально. Ну да, крайняя правая. Вы обходите чудовищ 10-й дорогой и продолжаете свой путь. Ну а мы с места не с ними воевать. Блуждая среди болот, это что-то новенькое. Ты сбился с пути, не ясно куда идти дальше. Бывает. Вы слышите шоки в тумане, видите чей-то силуэт подзывающего жестом. Ну подайте к силуэту, видите в таинственной фигуре поболотной жизни. Вы идете к таинственной фигуре, поболотной жизни. Приблизившись, вы можете держать человека в плаще. Внезапно упрыгать вперед, от за деревьев появляются остальные люди. Ёшкин кот, пыль. Пыль. Ну хотя бы не чушуя. Ну все равно это плохо. Пыль 3 уровня, 6 штук. 6 не 12 с другой стороны, ну. С другой стороны, ну. Ну с другой стороны, ну. Ну это пыль, да. Самый наверное слабый кто мог быть тут вообще. Кто мог на меня напасть в этом болотной жужи, находясь. Только что они тут забыли, какую дураку болоту халить? Ну кроме нас. Это победа, довольно таки легкая победа. Вот так хорошо. Карта боли, почему? Пока обыскивают тела, у нас неожиданная пародь, огромная. Агх... Минус 20, да вы что, сдурели что? 너 пытаетесь вперед, через болото пройти? Ну ладно. Огромный успех. Нам сегодня не везет. Вы приятно удивлены, осознав, что находитесь очень близко к границе волок, не понимая этого. Дама чешуи, величественная дама чешуи. Мета это мощные угненные шары, а её тотем наделяет бессмертием её детей. Говорят, если уничтожить тотем дамы, чай развеется, а находящие рядом ящерицы получают урон. Никто не знает наверняка, удалось ли кому-либо это сделать. Ну я понял, в общем, надо тотем вальнуть, а потом уже их убивают. Окей. Нет проблем. Конечно есть, но я так. Немножко себя подбодриваю. А, чешуя, правда, самая слабая, N4. Плюс дама, плюс тотем. Маха какая-то красивая. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Ладно. Бывает. Ухо-хо-хо-хо-хо, надо, надо, надо уходить. Мы убили её, кстати, уже. Ну если так. Теперь осталось вот этих завалить. И всё будет хорошо. Благодаря мечу, благодаря этому, как у ветру. Всё? Всё. Ну это было легко, я ожидал намного больше. Моему, наверное, везло с того, что я обставил, выбирал нужные карты. Ну действительно повезло. Ты уничтожил действительно бесценный экземпляр. Ты когда-нибудь спрашивал себя? Неужели разрешение, которое несёт за весами, нока стоит того? Ценные сокровища, полученные среди смерти и разрешения. За освобождение дьявола и жертвы дьявольского церкова, вы получаете следующее, гигантский орёл. Снизкав благосклонность богов древней веры, вы получаете демон-купец. За спасение дьявола из пещеры пиратов, вы получаете убежище в пещере. Уничтожение дамы чешуи, мы получаем недвижимый объект, щиторуб, огромный щит, король чумы и лабиринт минотавра. Мы уже близки к завершению этой истории. А вот и король чумы. Ну что ж, давайте на этом мы закончим очередную серию. Она опять получилась довольно короткая, у нас получилось пройти её быстро. Вот. Ну и с этих новых серий я постараюсь их выкладывать всё-таки пораньше по этой игре. Тем более нам осталось совсем-совсем чуть-чуть. И игра очень мне понравилась. Играет музыка. Играет музыка.